Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и изменениях новостного фона. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, составлять вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за американской валютой, потому что именно доллар выступает спонсором всех основных, да и не только, движений на финансовых площадках. Именно от динамики доллара пляшут прочие активы, риск. И если у нас, друзья, есть четкое представление, понимание с позиции фундамента, как мы можем действовать по доллару, логично предположить, что риск будет демонстрировать обратную динамику. Я могу выделить по меньшей мере пять причин, по которым американскую валюту, индекс доллара, нужно продолжать топить и, собственно, ставить на то, что этот инструмент доберется до нашей цели в девяносто два пункта. Во-первых, друзья, это ухудшение, к сожалению, снова ситуации эпидемиологической в Штатах из-за роста количества заболевших. Второй момент – это падение доходности американских облигаций. Очень тесно с динамикой американского рынка долго завязано поведение золота. Мы об этом поговорим чуть позже. Третий фактор – это фискальный тупик, в котором продолжает оставаться американская экономика, поскольку, как вы знаете, минувшая неделя завершилась фактически ничем в плане переговоров между республиканцами и демократами. Я мог бы, конечно, сказать, что переговоры обязательно возобновятся на этой неделе, и в этот раз стороны придут к пониманию, к единой точке зрения, компромиссу общему знаменателю, да и как угодно можно сказать, по согласованию нового фонда экономических фискальных стимулов, которые очень необходимы американской экономике. Но это будет лукавство, потому что у меня нет даже подтверждения того, что переговоры возобновятся на этой неделе. Да и потом, друзья, столько времени уже было, чтобы Конгресс согласовал этот пакет, я думаю, что все-таки противоречия очень значительные, что снижает вероятность выхода на какой-то компромисс в самое ближайшее время. Без экономических стимулов, как я уже неоднократно отмечал, друзья, американская экономика лишена возможности для более ускоренных темпов экономического восстановления, потому что фискальный тупик, он фактически не дает возможность выделять в потребных необходимых объемах средства, которые раньше шли на выплату повышенных пособий по безработице. Следующий фактор – это слабая статистика. Мы следили за данными по роничным продажам и промышленному производству в пятницу. Оба этих релиза разочаровали. Роничные продажи 1,2 процента, скромный рост, прогноз был 1,9, а если мы сравним показатель месячной давности с тем, что было 2 месяца назад, то есть ситуация будет еще хуже, потому что позапрошлый отчет указывал о росте потребительской активности больше, чем на 8 процента, сейчас только на 1,2. Промышленное производство рост 3 процента против прошлого 5,7. Здесь, по крайней мере, промышленное производство совпало с прогнозным ожиданием экспертов. Но в целом, друзья, статистика не такая динамичная, красивая, как хотели бы видеть многие оптимисты. И в целом это, наверное, еще один фактор, из-за которого мы должны все-таки говорить о том, что восстановление американской экономики не такое, как хотелось бы видеть. Еще одна причина – это переговоры между США и Китаем. Мы ждали то, что они пройдут в эту субботу, но в самый последний момент их отложили на неопределенный срок. Если переговоры отложены, очевидно, что между странами пропасть у нас сохраняется. Это еще одно подтверждение того, что регионы, ведущие регионы мира, основные потребители углеводородов и не только, скатываются в еще большую конфронтацию, которая может перерасти к возобновлению торговой войны. То есть риск неопределенности – это то, что будет негативно выступать для доллара, потому что доллар с некоторых пор у нас отнюдь не защитный инструмент. Мы в этом с вами уже могли убедиться. Поэтому достаточное количество факторов, объективных оснований для того, чтобы продавать доллар. Я уверен, что на этой неделе нам все-таки удастся с вами дотопить индекс американской валюты до значения 92. Золото, друзья, здесь только лишь покупки 1941, как и обещал. Сегодня мы выложим ролик по перспективам золота. Это контент, по сути, обсуждение в формате свободного общения о том, что с золотом произошло в последнее время и что будет дальше. Этот ролик был записан с нашими партнерами Глебом Азадой и Дмитрием Чугой. Я думаю, что интересно будет посмотреть. Нефть, друзья, 45.09. Я по-прежнему вне рынка. С точки зрения фундамента фон очень противоречивый. С одной стороны, есть причины покупать, потому что очень поддерживающая для покупателей статистика по запасам. Запасы снизились, объем нефтедобычи также просел на 300 тысяч баррелей в сутки. Это статистика недельной давности. Но и в то же время, если представить, что весь новостной фон – это как бы весы для рынка нефти, вот этот фон, который только что озвучил, это факторы поддержки. На другой чаше весов будет уже негатив. Он связан с тем, что были пересмотрены прогнозы по спросу на нефть до конца этого года от Международного энергетического агентства и ОПЕК. Также мы видели статистику в конце прошлой недели слабую по промышленному производству, роничным продажам по Китаю. Это доказывает то, что восстановление китайской экономики замедляется. И еще негативный фактор для рынка нефти – это стабилизация ситуации на Ближнем Востоке после мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Друзья, с точки зрения фундамента сейчас трудно зацепиться за что-то стоящее, чтобы определить для себя дальнейший вектор движения. Но опять же, если у вас есть техническое представление о том, что с рынком может произойти, я уверен, что многим будет интересно послушать вашу точку зрения. Welcome, как говорится, в комментарии с оценкой ситуации и конкретными ожиданиями по уровням того, что с рынком может произойти дальше. Евро против доллара 1.1854 что-то подсказывает, друзья, мне, что на этой неделе мы сможем подобраться к уровню 1.20. Опять же, по статистике ничего выделять особо не хочется, потому что мы сколько раз убеждались на прошлой неделе и ранее, что евро и фунт ведут себя, в принципе, так, как им позволяет вести доллар. Слабость доллара – это причина для роста этих инструментов. В принципе, по тому, почему доллар будет снижаться, я уже рассказал, значит, делаем логичный вывод о том, что главный валютный риск может упрочить свои ценовые позиции. По фунту такая же картина. 1.3092, друзья, я пока предлагаю не цепляться за то, как британский регулятор будет работать с монетарной политикой из-за последних провальных данных по рынку труда и темпам экономического роста, повторюсь, что на прошлой неделе был подтвержден факт того, что британская экономика оказалась в глубочайшей рецессии за все время наблюдения за статистикой. Также у нас нет хороших новостей по Брекзиту, но весь этот фонд все равно компенсируется слабостью доллара, что позволяет британской валюте расти. Поэтому, так же, как и в отношении евро, по фунту я думаю, что пунктов 100 с по 50 можно еще выжить. Биткоин 11.817, сопротивление 12.000 рукой по дате. Нужно уже смириться с тем, что биткоин обосновался выше 10.000 и пора бы ему уже двигаться выше к нашей цели 12.500. Американский фондовый рынок 3370 тоже особо ничего не изменилось. Здесь ждем закрепления выше 3.300 пунктов и обновления нового локального и исторического максимума. Друзья, сегодня в 17.00 по московскому времени состоится еще вебинар «Правильный понедельник». Всех вас на него приглашаю. Обсудим основные тенденции и тренды, которые сейчас наблюдаются на финансовых рынках. Хорошей вам торговой недели. Всем пока.